привет я из 2060 года у нас мало времени поэтому сразу к сути в будущем планета в опасности и мы уже ничего не можем с этим поделать опасное растение захватила центральную россию и другие территории она уничтожила всю флору и фауну я прибыл ваше время потому что здесь еще и есть шансы что-то изменить добро пожаловать в команду сортировочной по сопротивлению борщевику смертельная битва начинается досмотрите этот ролик до конца вас ждет конкурс и приятные призы от сортировочной правда ли что борщевик может захватить россию и что в этом плохого как бороться с его распространения что делают айтишники команды сопротивления и где растут борщевики размером с зеленая атака в ревде ребенок во время прогулки обжегся борщевиком ожоги особенно опасны для детей и аллергиков страшные химические ожоги получил два носипов мужчина купил земельный участок заросший борщевиком и решил самостоятельно очистить его от сорняков при попадании на кожу человека вызывает очень сильные ожоги вплоть до второй степени на пораженном месте появляются вот такие волдыри ученые из колково построили модель и выяснили что к сороковому году или самое крайнее к 60-му борщевик захватит почти всю центральную россию что это вообще за адское растение и откуда оно взялось 40-е годы борщевик сосновского был завезен с кавказа в центральную россию в рамках эксперимента он должен был помочь восстановить сельское хозяйство после войны борщевик сосновского ранняя кормовая культура его сочная мякоть хорошее сырье для силоса неприхотлив растет без особых усилий и достаточно быстро дешевый способ накормить скот но эксперимент провалился оказалось что растение вызывает ужасные ожоги а молоко коров которых кормили борщевиком имеет неприятный привкус и их потомство рождалось с генными мутациями от выращивания борщевика отказались но помощь ему уже была и не нужна он сам начал захватывать территорию я решил объединиться с лидером борьбы с борщевиком в россии машей поповой это наша сара конор только борется она не с восстанием машин а с инвазиями которые не менее апокалиптически опасны мария попова борется с борщевиком 2013 года мать движения сопротивления анти борщевик у которого на сегодняшний день 11000 последователей в разных сообществах проводит опыты уточняет нюансы методов борьбы организует субботники и патрули консультирует начинающих борцов где мы находимся с тобой машине национальный парк лосиный остров конкретно пойма реки пехорка вот она зачем мы сюда сегодня приехали за борщевиком конечно же то есть у нас в национальном парке в особо охраняемой природной территории есть борщевик но его здесь я честно говоря не считала меня вот больше бесит его вид я не могу уже не о чем думать я иду его убивать если ты решил присоединиться к движению сопротивления борщевику тебе нужно тщательно подготовиться тебе понадобится плотная одежда перчатки и очки ну и конечно же старая добрая катана подробные инструкции смотрите на сайте анти борщевик почему же так важно защищаться дело в том что сок борщевика содержит светочувствительные вещества из группы фуранокумаринов под действием ультрафиолета они переходят в активную форму и способны вызывать сильнейший ожог очень болезненный и почти не поддающийся лечению самое страшное это то что прикосновение к сорняку не всегда вызывает неприятные ощущения сразу эффект может проявиться спустя время а если сок борщевика попадет в глаза то это приведет к ожогу роговицы а затем и к слепоте даже аэрозоль сока борщевика или его пыльца могут вызвать отек гортани и верхних частей пищевода давай немножко отмотаем то есть его завезли сюда специально всего он проходил какую-то селекцию как-то усиливали его пытались скрещивать и дабы получить не жгущиеся сорта да потому что как известно вот эта зараза вызывает ожоги и как бы это неприятное его свойство было известно уже тогда больших успехов в этом не было то что мы имеем сейчас возможно это какие-то гибриды с его родственником там борщевиком манты гац это было давно его исследовали но вот как бы решили внедрять внедрили и тогда он не плодился так бешено его живут на поле выращивают на поле скосили как-то не заметили сразу а когда заметили уже поздно было там уже был конец восьмидесятых девяностые настали всем стало вообще не до этого все выживанием занимались и когда очнулись что уже как бы площадь это большие но и это не самое страшное самое страшное что он продолжает размножаться еще у нас не вся страна заросла еще есть куда ну вот насколько большой ареал его обитания на сегодняшний день но ареал именно от калининграда до камчатки и примерно от вот южная граница его где-то по курску воронежа проходит и до мурманская там вот до самого севера воркуты там то есть даже в тундре до есть появился борщевик опасен тем что вытесняет все другие растения и уничтожает весь природный комплекс его заросли создают плотную тень под которой просто не могут выжить другие растения как с ним бороться методов борьбы много они все вытекают из его биологических особенностей соответственно ну вот растет он сначала это семечко потом это маленькие всходы сейчас вот покажем вот они тут торчат вот этот всходы этого года вот и соответственно постепенно он вырастает вырастает проходит в год 2 3 4 иногда 5 но в зависимости от условий потом выпускает свой вот этот огромный зонт на нем созревают семена высыпаются расселяются на огромные территории и он с чистой совестью умирает оставив уже там 20-30 тысяч семян ну как бы 20 тысяч это много это реально много то есть они всходят довольно бодро они выживают в любых условиях так что же тогда делать ну во первых начнем с неочевидного бороться там где борщевика не видно ну то есть ты идешь по полю кажется что все хорошо но это только кажется если приглядеться где-то в траве уже торчит это сволочь мелкая по колено вот надо его найти и уничтожить пока там не случились заросли видишь суслика да я не вижу а он вот мне тоже некоторые говорят что у меня паранойя что везде борщевик мерещится я говорю он не мерещится вот он стоит если где-то есть уже заросли с которыми мы хотим бороться тогда если это не особо охраняемая природная территория и прочие исключения то можно потравить химией согласно инструкции опять же то есть ее надо прочитать и сделать в точности так там шаг вправо шаг влево и может либо не получится либо нанести вред природе какие еще есть менее популярные методы борьбы с борщевиком но есть вариант например накрыть его толстой черной пленкой то есть он все-таки трава хоть и монстр но все-таки трава ему нужен свет и вода если лишить этих радости он мрет сжечь огнем метод начнем с того что это незаконно сжигание сухой травы то я ей там я не помню сейчас какая статья ну короче нельзя так делать у нас был ролик пропал травы да вот смотрите не по и не палить но более того даже если бы кто-то там в тайне это сделано то все равно не работает к несчастью потому что если пол травы устраивать это верх только прогревается а почки у борщевика вот мы его недаром копаем вот на 20 сантиметров до где-то на 15-10 в глубину почва не прогревается настолько они не мрут то есть мрет все остальное а борщевик очень бодро вылазит после этого николай петров экоактивист разработчик сайта анти борщевик 2021 совершил экспедицию по 10 регионам и по полученным данным сделал распознавание зарослей борщевиков по спутниковым снимкам вот основная почка с которой все растет вот это вот этот шейка до главный нижний ниже нее то есть 10 сантиметров 15 до примерно ну можно и 5 вот здесь 5 примерно вот этой шейки земля может быть здесь все то есть вот эти корешки они уже нет уже нет растут все это важная информация вот таких малюточек тоже надо трогать я шучу вот это да шишка ну да да вот это коричневая вот он здесь запасает полезные вещества если мы просто косим вот так вот срезаем он отсюда еще отрастает и заново цветет борщевик нужно выкапывать где-то на глубину 10 15 20 сантиметров случае если борщевик большой главное выкопать вот эту шишку где находятся питательные вещества из которых он потом вырастает то есть если его просто скосить он вырастет а если выкопать вот эту вот шишку тогда растение погибнет я держу в руках бутон борщевика сейчас середина июня но где-то через две недели он превратится в зонтик и выбросит вокруг себя несколько десятков тысяч семян новых борщевиков это так называемый легкий способ борьбы с этим опасным инвазивным растением если у вас немного времени то делать нужно именно так мы снова перемещаемся во времени сейчас июль и бутоны на борщевиках превратились вот в такие вот большие зонтики и пока внутри еще не созрели семена самое время для того чтобы их срезать теперь это растение умрет ближайшей осенью как давно ты занимаешься уже борьбой с борщевиком ой лично лет десять и общественно лет семь то есть я не сразу по прижала народ бодоражить я сначала сама с ним боролась но потом пришла к пониманию того что ну нельзя быть одной что люди вообще не ходят многие вообще не в курсе что происходит просто то есть ну растет и растет там чего-то да и то что я видела в тверской области видели далеко не все и как бы надо это объяснять и показывать и рассказывать перспективы что будет при бездействии и что делать чтобы это срабатывало в пятнадцатом году я первый вот сайт анти борщевик сделала там сначала было буквально пару статей вот самый минимум информации которые надо знать каждому одна из важнейших инициатив движения анти борщевик это интерактивная карта его распространения для чего вообще вы его рисовали эту карту задача в том чтобы каждый участок который мы регистрируем на карте следить за его статусом в течение нескольких лет не просто что мы сделать обработку и забыли они добиваться устойчивого результата есть места где они сами то есть власти муниципальные например они значит сами побороли борщевик сами значит модерировали карту в тверской области сейчас активно используют власти нашу карту я там очень много участка добавил в том в том числе с помощью алгоритма распознавания который тоже я обучал который отображает автоматически по спутнику то есть это какая-то самообучающая не раз прогресса мы нужно ездить по полям с gps tracker обходить их там и в итоге потом садится за компьютер и обучать эту модель которая потом начнет уже распознавать то есть сама она ничего не будет распознавать я просто ее нужно обучить да и нужно там несколько тысяч полей описать для того чтобы она уже с очень высокой точностью по спутнику сама определяла где борщида это работа волонтерская или грантовая это волонтерская работа просто потому что задача очень важное если не заниматься этим у нас ждет просто катастрофа настоящая а если я могу что-то сделать я обычно это делаю такие люди вызывают гордость и они не так одиноки как может показаться с борщевиком борется и от него страдают во многих странах мира например великобритании есть очень сильная ячейка сопротивления а борщевик там достигает размеров деревьев там провели испытание которое показало что спасти от гигантов может выпас овец они отлично прогрызают себе путь через инвазивные заросли владелец испытательного центра макдаф дэн гордон сказал удивительно видеть прогресс достигнутый за последние четыре года гигантский борщевик полностью доминировала в лесу и было бы очень сложно и дорого бороться с ним с помощью пестицидов я очень доволен результатами альтернативного подхода после всего о чем мы уже говорили может показаться удивительным что не все виды борщевиков необходимо уничтожать и это куда это не надо это же наш борщевик сибирский местное растение похож да очень похоже смотри это борщевик сосновского это борщевик сибирский то есть сосновского уже больше до обратил но при аналогичном размер да и он вытеснет он будет сто процентов его вытеснет мы убивая вот этого мы спасаем в том числе и вот этого ну это отличить очень просто вишен вот такой ядерно-зеленый такой более яркий светлый цвет а этот такой ну как наш обычная трава такой темно-зелененький спокойненький такой цвет ну и самый главный лайфхак если вот на вид не получается отличить хотя они отличаются да этот более как так лодочкой лист держит но у него у сибирского у нашего сейчас хотя нет не буду снимать перчатку даже прям в ней вот смотри возьмем немножко листик разотрём вот так чем пахнет ну трава как трава ну травой да ну трава ничего особенного а теперь вот он какая вот как раз наш родной он пахнет нормально а вот это вот зараза просто нюхни вопросов больше нет да то есть самый надежный такой критерий это запах почему с борщевиком сосновского нужно бороться а сибирский борщевик может спокойно расти разве он не также активно захватывает территории дело в том что проблема именно в инвазии у инвазивных видов практически отсутствуют естественные враги которые могли бы ограничить их распространение а местному борщевику противостоит местная флора и фауна в сети бытует такое мнение что нужно просто придумать что из этого борщевика можно сделать ну например условно там самогон если из него можно будет сделать тогда его люди просто быстренько сами весь соберут весь рубят быстро все сделают и его не будет поставляйте носилки насколько это чушь вообще ты можешь прокомментировать потому что нет если серьезно постоянно что-то изобретают какие-то лекарства как пищевую продукцию я тоже каждый раз читаю это все ткани пью валерьяночку свою почему в чем они не права ну потому что это не метод борьбы это возврата во сельское хозяйство по сути ну вот представь что ты промышленник тебе откуда надо сырье чтобы оно было поближе и подешевле удобно убрали быстро близко привезли кому нафиг нужны вот эти вот задворки кусты деревья вот эта дикая природа в которой ни один промышленник никогда не ногой то есть вопрос борьбы с борщевиком это вопрос сохранения нашей местной природы это экологическая проблема а вот этот все давайте из него сделаем чего-нибудь ну это не решение это я еще не видела ни одной из них экономически выгодные в основном они все выпрашивают гранты под это дело по сути не государственные деньги проедают но вот это вот понимаешь сейчас уже все официально признали что борщевик опасен правда это произошло сравнительно недавно 2015 году борщевик утратил статус сельскохозяйственной культуры его признали вредным и опасным и внесли в отраслевой классификатор сорных растений российской федерации и только с 2019 года за его разведение начали вводить штрафы что еще нам мешает какой нам надо принять закон что нам нужно поменять в нашей организации для того чтобы борщевик таскать побороть но как минимум нужно его признать проблемой для природы чтобы на всех видах земель было положено с ним бороться то сейчас положено вот во всероссийском масштабе только сельхоз земли только на сельхозке есть штраф за зарастание это там это в общем виде сорняками то есть непонятно какими вот и да нужно это признать инвазивные виды проблемы для природы не только борщевик тут еще продолжение следует я сейчас промолчу но как бы а ты Не промолчай. А, не промолчай, но есть еще золотарник канадский, знаешь, такие метелки желтые, вот они в августе цветут, это же жесть типа борщевика, он тоже заполоняет огромные территории, тоже все сплошняк, тоже местная трава вымирает, есть там клен ясенелистный, ренутрия сахалинская, там вот плантация метрах в ста, если надо, покажу. Ну, короче, там длинный список, есть чем занять, вот эти самые черные книги, им надо какой-то юридический статус придать и выделить из них ряд, я считаю, особо опасных, с которыми точно-точно надо бороться, которые огромный ущерб наносят экосистемам, человеку, вот борщевик Сосновского, такой самый вопиющий пример, и да, с ним нужно бороться. Недавно было проведено масштабное исследование практически по всей планете, 33 организации из разных стран собрали и проанализировали данные по 83% поверхности суши, задача была инвентаризовать чужеродные виды, и выяснилось, что человечество несет ответственность за распространение более 13 тысяч видов растений за пределами их естественных ареалов, а это почти 4% мировой флоры. И среди этих чужаков есть особо опасные, те, которые активно захватывают территории и уничтожают местное биоразнообразие. И еще важная вещь, которую я считаю нужно сделать, чтобы с ним не только вот так формально боролись, а чтобы люди все понимали проблему и информировали, если кто-то не борется, если кто-то борется плохо, если, ну вот даже, допустим, заключает, да, муниципалитет контрактом на обработку, и есть обработчики добросовестные, идейные, кто вообще ради этого, так сказать, в это дело пошел, чтобы борщевик убивать, да, а есть раздолбаи, которые его там водой польют, сфотографируются с опрыскивателем, отчитаются и как бы думают, что все нормально, нет, так нельзя. И нужно, чтобы местное население, во-первых, ходило добивало то, что выжило, ну вот как я говорила про вспашку, да, вот одиночные особи, они выживают, этим надо заниматься. И во-вторых, ну жаловалась бы на тех, кто не борется, то есть ежик-птица гордая, не пнешь, не полетит, это вот тот самый случай. Когда очередной раунд борьбы с борщевиком закончен, нужно снять с себя всю защиту. Начинать следует с перчаток. Сейчас я покажу, как это правильно сделать. Снимаем первую перчатку и скомкиваем в кулаке. После этого двумя пальцами заносим под вторую перчатку и выворачиваем ее так, чтобы первая перчатка оставалась внутри. Таким образом мы никак не касаемся наружной стороны перчаток. По приезду домой нужно помыть руки, сходить в душ и постирать всю одежду. Лучше всего два раза. Я надеюсь, что сегодня команда сопротивления борщевику обретет много новых сторонников. И даже если ты прямо сейчас не готов идти крушить, ломать и кромсать это ужасное инвазивное растение, то ты можешь просто поделиться этим видео, поставить лайк и написать комментарий. А я отправлюсь в сороковые, чтобы попробовать решить эту проблему на корню. А теперь, внимание, конкурс. Мы разыгрываем вот такие эко-кошельки. Они очень вместительные и удобные, а главное, сделаны из переработанных автомобильных камер. Для того, чтобы получить такой кошелек, нужно подписаться на наш телеграм-канал «Сортировочная» и оставить комментарий под закрепленным постом с пометкой «Конкурс». Нужно будет рассказать нам вашу версию, как избавить эту землю от борщевика Сосновского. Я выберу три лучших, а самые главные реализуемых идеи, и победители получат вот такие эко-кошельки от «Сортировочной». Моя новая миссия – предотвратить проникновение борщевика Сосновского в Центральную Россию. Это была «Сортировочная» «I'll be back». Сортировочная Россия – предотвратить проникновение борщевика Сосновского в Центральную Россию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова